всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я очень извиняюсь за такой ракурс но я держу камеру рукой у меня сломались все мои подставки все мои держалки и все остальное так что заранее извиняюсь я хочу еще сказать вам огромное спасибо точнее передать огромное спасибо от моего мужа за те комментарии которые вы оставили под предыдущим влогом где он готовил пельмешки ему действительно очень сильно приятно и хочу ответить также на вопрос почему он у меня сам не снимается на самом деле вчера у него спросила игру как бы как бы уже не серьезно но он у меня крайне не хочет это делать он говорит что ну у тебя канал женский он вообще не понимает что зачем ему как мужчине и сниматься на моем женском канале где я рассказываю про косметику уборку и тому подобное и шмотки всякие еще он тут будет появляться в общем короче да ну может быть когда-нибудь созреет вот кстати да у меня мужчины все трое между прочим но это папина наверно воспитание они мне такие знаете четко разделяют на женское и мужское то есть это для девочек это для мальчиков к вопросу о каникулах новогодних куда мы вообще планируем пойти или нет на самом деле я очень сильно хочу пойти в театр ну с детьми естественно но даже мой младший ребенок который обычно знаете такое за всякий кипиш и тому подобное он это мне сказал мам иди 1 ну как бы да вот в общем не хотят они со мной никуда ходить кстати тоже вам не оставляли комментарии по поводу черной пятницы и одна девушка мне написала что она вообще черную пятницу как бы закупится всяким к новому году подарками плюс себе наряд и так далее я думаю правда же что это я что это я я не знаю я вообще я последнее время вообще как-то фанатею по верхней одежде мне очень нравится всякие курточки и всякое такое в общем как-то хочется разнообразие верхней одежды не знаю наверно потому что большую часть времени я хожу именно в верхней одежде наверное среди с этим и хочется какого-то разнообразие короче я решила что мне нужен тоже наряд на новый год и решила приехать торговый центр померить что-нибудь посмотреть вообще как-то не знаю придумать какой-то наряд потому что у меня с этим сейчас все плохо я думала что же мне такой себе приобрести и так далее вообще есть такое я не знаю как это назвать поверье наверное да что он новый год нужно встречать 1 1 вещь должна быть у вас новая ну как бы новый год и новая вещь хоть трусы все равно в общем я решила себе тоже что-нибудь новенькое приобрести но мы новый год будем встречать дома соответственно у меня и наряд такой то есть не платье в пол да а какой-то домашний наряд который в котором я потом бы могла бы там встречать гостей например да или что-то такое в общем я на самом деле не знаю куда мне сейчас понесет но хочу именно такой вот что-то такое домашнее при этом немного нарядное немного новогодние себе присмотреть в общем сейчас я приехала к торговому центру здесь у меня находится h&m магазин хочу посмотреть что-нибудь там ну хотя бы как-то прикинуть вообще что можно интересного приобрести для празднования нового года дома мы уже кстати лет наверное это к десять празднуем новый год дома ну потому что маленькие дети конечно я бы очень бы хотела на новый год уехать куда им другую страну но цены конечно вообще натуры какие-то новогодние ну просто нереальные я бы так сказала вот но не знаю вот так что но в этом году мы сто процентов будем дома поэтому плюс наверно приедут гости поэтому в общем присмотрю хочу присмотреть что-нибудь такое интересное домашнее вот ну и возьму вас с собой хотя не знаю куда меня сейчас понесет вот здесь еще есть магазин манго вроде бы все очень посмотрим еще возьму с собой и так я зашла в магазин inch and dm 1 свой наряд скажем так почему-то в примерочных нет ковриков поэтому я в носках носки с юбкой конечно вообще супер смотрится но как-то не знаю почему то нет ковриков в общем вот такую юбку я приглядела она из трикотажа бадлончик это мой который был на мне одет уже вот и вот такая вот темно-бордовая такая юбка очень такая на мой взгляд очень классная такая ведь симпатичная на поиске и стоила эта юбка 2499 рублей следующий наряд уже более вот домашний по тематике скажем так вот такие темно-синие брюки в полоску которые идут на резинке с завязочками то есть регулируется талия с боковыми кармашками и сверху вот такая вот тоже трикотажная кофточка с пуговичками не знаю на мой взгляд очень симпатично получилось и по качеству мне очень понравились эти вещи они такие достаточно мягкие удобные комфортные хотя это не из раздела домашней одежды то есть это просто вот отдельно значит по стоимости брюки этим стоили 1899 рублей для домашней одежды многовато конечно и кофточка 1199 рублей следующий наряд с той же кофтой только точно такие же только серые брюки они также идут в полоску также идут на резиночке связочками с кармашками и такой наряд мне кажется более такой новогодний к тематике предстоящего нового года что серенькая мышка и все такое в общем какие-то попытки именно новогодние тематики у меня есть я так и не поняла кстати расстегивается то кофта или нет у меня почему-то не получилось наверное значит это обманка такая была на мой взгляд наряд такой достаточно симпатичный такой простой но в то же время наверное вот это вот светленькая кофточка очень освежает и по стоимости эти брюки стоили точно также как предыдущие 1899 рублей следующий к этим брюкам я взяла вот такую блузку голубенькую в полосочку она кстати была на распродаже но не знаю как она такой более расслабленный стиль получился но тоже на мой взгляд достаточно симпатично если одеть так видите с коротким рукавом у нас дома как раз жарко сзади немножко удлиненная она так серый с голубым кстати мне нравится такое сочетание и стоила она видите по скидке 400 рублей на мой взгляд неплохо но также я взяла чистого к и всем этим нарядом померить вот такую белую рубашку мне не очень понравилось как это выглядит не знаю как то ну не знаю как то мне кажется не очень удобно дома будет в таком ходить тем более рукава и вот эти постоянно буду как-то подкатывать скажем так стоило это белая рубашечка тоже на нее не было скидки 999 рублей кстати там же магазине увидела вот такие пушистики не знаю почему то не могу пройти мимо не 399 рублей стоили и вот такие вот тоже это брелочки видео таких рюкзачков пушистеньких и просто типа под кожу очень прикольные 599 рублей они стали я вообще никогда не прохожу мимо но ничего не покупаю ну что он напишите как вам эти наряды я конечно ничего не купила вышла уже зашла в манго манга вообще ничего такого не приглянулась мне там основном сейчас пуховики светарки всякие продают но эти чебурашки не так назову в общем сейчас хочу поехать другой торговый центр посмотреть вообще одежда прикольная вот который я померила серые брюки с белой кофты или синие брюки с белой вот этой кофты но я такая домашняя я не знаю для нового года пойдет не пойдет что-то видать новогоднего настроения нет но как бы пайетки и блестки вот это все это не моя история на новый год я такой не люблю я лучше не знаю сделать какой-то симпатичный макияж прическу и все ночью поеду сейчас другой магазин и кстати да пижамки вот такие с оленями и дедом морозом это тоже не моя история в общем сейчас поеду другой магазин посмотрю ну конечно же я зашла в свой любимейший магазин be free я его очень сильно люблю здесь тоже нету ковриков я не знаю это будние дни потому что или вообще теперь примерочных нет ковриков в общем выбрала померить вот такое трикотажное платье платье это запахом она не обманка именно идет как вот запахом но на мой взгляд как-то не очень либо нужно супер мега идеальную фигуру какую-то иметь либо не знаю вот этот поясок он как-то вообще все перерезает хотя платье такое достаточно комфортное единственное что у меня вот магазине be free к таким изделием вопрос к материалу как будто бы уже с такими катышками и как-то не очень опрятно это выглядит стоило это платье 2 799 и вот вы видите то есть такие как мелкие катышки вот мне всегда вопрос к этому не знаю не понимаю я дальше вот такой домашний наряд блузкам правда она ведь такая достаточно быстро мне кажется будет мяться и может быть это не очень опрятным будет выглядеть но она мне очень понравилось таким кружевом симпатичные вот такие брюки сзади идет резиночка поэтому они очень комфортно кстати сидят ткань такая достаточно плотная в клетку мне кажется очень симпатичный наряд мне даже понравилось больше чем очень теме но по качеству очень теме мне понравилось больше масло масляное извините вот вот такая вот симпатичный на мой взгляд наряд стоили эти брюки со скидкой за 999 рублей а блузка сама тоже без скидки она была 999 рублей размер xs также я кстати брала там по скидкам было вот такой боди но это да немножко не моя история так как нет ярко выраженной талии но боди кстати очень симпатичный такой мягкий приятный очень к телу кстати забыла на бодик снять цену в общем следующий наряд у меня это вот такой топ топ не очень понравился по качеству он трикотажный сверху идет кружево очень приятная на мой взгляд и вот такие брюки брюки не очень мне понравились как сидят они полностью на резинке но сверху топорщится брать размер поменьше я не хотела так как все таки для меня это домашний наряд вот и хочется такой посвободнее что то что было более комфортно но вот как они сидят мне кажется вообще не очень значит вот эта блузка в размере xs она стоила 799 рублей и брюки тоже со скидкой 900 999 рублей ну что я уже приехала домой вот не знаю ничего вообще вообще ничего не купила от слова совсем не знаю почему мне очень понравились по качеству брюки в чем деми но мне не понравилась цена практически 2000 не знаю так бифри тоже очень симпатичные брючки но по качеству лучшего чем деми они такие более мягенькие что ли вот но не знаю с другой стороны на новый год вроде бы что-то понаряне нужно потому что нет не знаю в общем напишите как вам те образы которые я выбирала не забывайте что это для домашнего нового года скажем так в кругу семьи но и на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх нет очень приятно всех люблю целую до новых встреч